Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Рыбалка. Популярный вид отдыха россиян. В данной аудиокниге рассказывается о всех современных видах рыбной ловли. Даются полезные советы и рекомендации. Как ловить нахлыстом, какими бывают спиннинги, как приготовить самую вкусную уху на костре. Об этом и многом другом вы узнаете из данной книги, которая пригодится как рыболовам со стажем, так и только начинающим осваивать это увлекательное занятие. Вам, без сомнения, будут интересные сведения о самых распространенных российских рыбах, а также о том, где и в какое время года лучше всего рыбачить за рубежом. Глава первая. Рыбак рыбака или рыбачим с удовольствием? Рыбалка в современном обществе. Рыбалка как искусство. Рыбная ловля – это настоящее искусство. Известно оно с незапамятных времен. Наши далекие предки ловили рыбу и других обитателей водных глубин, конечно же, ради пропитания. Прошли тысячелетия, и сегодня рыбалка является для ее фанатов скорее образом жизни, отдыхом, удовольствием. Ведь самая вкусная рыбка та, что была поймана собственными руками. Как приятно посидеть на берегу в теплую безветренную погоду. Какой кайф почувствовать, что клюет, подсечь, вытянуть, ощутить тяжесть рыбины, увидеть – вот она, добыча! Ни с чем не сравнимые переживания, а рыбалка в экстремальных условиях – ветер, мороз, дождь, болотистая местность. Сколько адреналина и еще настоящая искренняя неподдельная гордость за свой честно заработанный улов. Трудно понять, что такое рыбалка, пока не попробуешь. А попробовав, уже не сможешь остановиться. Стоит древнему охотничьему инстинкту пробудиться, и вот уже рыбак с нетерпением ждет следующей поездки на заветное озеро за самой редкой и крупной рыбой, за своей мечтой. В современном городе темп жизни, постоянные стрессы, депрессии, нервозность буквально выводят нас из себя, заставляют становиться жесткими, циничными. Мы устаем и ищем отдушину, путь назад, к истокам. Рыбалка для многих становится спасением от городской суеты. На природе у нас есть время остаться наедине с собой, в тишине, прислушаться к себе, поразмыслить. Если рядом друзья, можно весело провести время, расслабиться. Традиционно на рыбалке присутствуют алкогольные напитки, а вот закуску нужно сначала наловить. И сколько рецептов для приготовления рыбки на огне и в углях. А настоящая рыбацкая уха, да это просто рай на земле. У современного рыбака множество возможностей. Существует огромное количество разнообразных снастей, техник ловли, специальной одежды. Но во всем этом многообразии надо уметь разбираться. Необходимо овладеть основными приемами рыбалки в разные сезоны, а также освоить маленькие рыбацкие хитрости. Главный совет начинающему рыбаку – больше практикуйтесь. Не в каждой ситуации можно применять одну и ту же оснастку, для каждого случая свои техники и методы ловли. Поэтому пробуйте рыбачить в разных местах, в разное время года, используйте всевозможные варианты ужения. В итоге вы найдете то, что более всего подходит именно вам. Если же гордое звание «рыбак» станет вашим вторым «я», увлечение может перерасти в рамки спорта. Спортивная рыбалка популярна у любителей посоревноваться. Да и чем не спорт? Выловить как можно больше рыбы, при этом соблюдая правила и используя самые сложные техники. Правила спортивной рыбалки устанавливают спорткомитеты России. Спортсмены постоянно тренируются, участвуют в соревнованиях. Набор снастей спортсмена-рыболова строго ограничен. Это удочка, зимняя или летняя, спиннинг и нахлыст. Владеют спортсмены этими снастями в совершенстве.